...инвестиционных деятельностей по их обязательствам государство, правительство, бюджет несет какую-то финансовую ответственность или нет? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Значит, смотрите, какая ситуация. В межправсоглашении определены определенные обязательства обхазской стороны, которые вытекают из норм предусмотренных здесь. Эти обязательства предусматривают в том числе предоставление определенных режимов льготного нового обложения, а также гарантии стабильности, неизменения инвестиционного режима и условия в случае национализации, экспроприации и так далее. То, о чем говорит Канн Барилович, к примеру, обхазская сторона, нарушила какой-то из своих обязательств. Что касается предоставления льгот, в данной ситуации, если межправсоглашение ратифицировано, то обхазская сторона не может отказаться от предоставления льгот. Поэтому здесь никаких угроз и рисков не несет обхазская сторона, потому что даже если будут меняться законодательства, инвестиционный режим сохраняется. По остальным обязательствам также. Но в случае, если речь будет идти об экспроприации или национализации, где четко описано, какие там требования при проведении таких процедур, понятно, что абхазская сторона принимает такое решение, принимает на себя и финансовые обязательства. И если речь идет о национализации, условно говоря, собственности чужой, понятно, что это собственность стоит денег. Значит, при изменении курса валюты, как Анна Валерьевич говорит, никакого курса валюты, это никаких обязательств. Нет, здесь эти режимы, все они оброжены. Анна Валерьевич, вы должны... Слушайте, что мы спорим, посчитайте, вы что, как не помню. Возмещение реально очень попричинено льгическому лицу, осуществляется абхазская сторона и производится в валюте... Анна Валерьевич, Беслан Викторович задал мне совершенно другой вопрос. Он сказал, какие финансовые обязательства несет абхазская сторона в случае нарушения условий соглашения. На что я и ответила, что предусмотрено в данном соглашении. А это что только? Вы говорите о возмещении реального ущерба по курсу валюты... Мы же все рассматривали. ...и иностранных. Мы не все рассматривали. Вопрос касался конкретно финансовых обязательств. Слава Викторович, можно? Да, пожалуйста. Я... Вопрос к кому? Нет, вопрос, я не знаю, как в общем... Мысли в суд. Здесь непосредственно к председателю банка или организации... Потом я все-таки зачитаю, если кто-то не посмотри, читал, я подсчитаю. Я хочу остановиться. Мы вот уже не первый раз на эту тему собираемся, обсуждаем, честно говоря. И сейчас это вот немножечко такая профильная тема относительно банковской сферы, банковского сектора. То, что прописано у нас в соглашении. Вообще, если по этому соглашению пройтись, вот то, что Канн Бадеевс до этого говорил, огромное количество поправок, которые были парламентом выработаны и предоставлены, на которые никто не обратил внимания. Вообще, так, если прокомментировать, вот всецело не вступая в какую-то техническую сторону, потому что здесь представители коммерческих банков присутствуют, я думаю, технически мы сейчас это все разберем. Просто во всем этом, вот если итог какой-то так обобщенный подвести, инвестор заходит со своими судами, инвестор заходит со своим банком, со своими рабочими, просто заходит сюда в Абхазии, так как здесь внутреннего законодательства, как будто бы вообще не существует и оно отсутствует. Но у нас есть свои собственные регуляторы, я насколько понимаю. У нас вообще есть банковская сфера, вообще, сектор банковский. Мы можем как-то обслуживать сами, без привлечения в иных каких-то там нерезидентов, филиалов и тому подобное. Я вот на чем хочу остановиться, я до этого тоже говорил, вот здесь ваши коллеги присутствовали, вас не было, Нислав Владиславович. Относительно того, что у нас сегодня идет обслуживание аэропорта нашего, правильно же так же, по-моему, происходит? Оно как происходит? Без этого соглашения? Есть какие-то нарекания вообще? Да, вы ответите, я знаю, мы уже с вами, в принципе, об этом говорили. Я что хочу сказать, нареканий никаких нет, я насколько знаю. Так же получается, люди работают, соответственно, и суммы там немалые, я насколько понимаю. И, в принципе, наши банки, я насколько вижу, вот сегодня, они с этим справляются. Для чего нам это здесь прописано? Я прошу, давайте ответим, пожалуйста. Можно, я извини, преди, чем вы ответите, я закончу эту мысль, я прочту без комментариев. Нет, я без комментариев просто прочту, я прочту, потом вы просто ему ответите, я хочу, чтобы вы прочли. Вот смотрите, я хочу закончить. Возмещение реального ущерба, причиненное юридическому лицу, осуществляется абхазская сторона и производится в валюте Российской Федерации или под договоренность юридического лица с абхазской стороны в иностранной валюте и за исключением валют государства и территории, совершающие, по точнее, Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц, недружественные действия. По официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю установлен Центробанком России и действующим на тот день определения суммы реального ущерба. Вот я о чем говорю. Так, что? Где мы ограничиваем в данном случае возмещение реального ущерба только в валюте иностранных? Дорогие мои мои мои. Слушайте, послушайте, мы это давайте вашим обсудимым. Сейчас отбросим, как-то вы согласовывали в нашу пользу. Вы все, что принесли, только вы не делаете. Давайте вы не прописали. Мы просто отбросим. 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 Мы же так не помогаем. Правильно? Мы не помогаем.